Что тебе выкатывают твоего родственника и говорят, так все, а теперь вот тебе носилка, вон туда его, значит, поднимаете в эту палату, его заносите. А что, если я его уроню, например, буду заносить? Здесь швед просто не поверит, если я ему расскажу, он не поверит в это. Здесь, если ты попадаешь в больницу с любым диагнозом, что бы ни было, твоя единственная забота, это молиться за своего родственника, чтобы Всевышний Аллах ему исцелил его. Это вот вся твоя забота, ты больше ни о чем не думаешь. Кротриттер, Чингис, тебя в дурки держат, какие же вы долбоящие, зато у вас есть деньги на район Путина, Кадыровцам подлизнуть Путину дороже, чем какой-то маломальский комфорт для чеченцев. Стрингизнутый кол. Нет, деньги есть на все то, что касается самого Кадырова, касается его окружения. На это все деньги есть, подлизнуть Путину деньги есть, на любые очень смелые проекты деньги есть, находятся. И это ведь не мешает, я это не против, я это не критикую за то, что там, например, строительство жилой инфраструктуры, например. Хвала Аллаху, делайте, стройте, этим пользуются люди. Фонтаны строите, хорошо строите, парки, скверы. Да, никаких проблем. Но при этом говорить, что желтая газель это нормально, 25 лет. Ну как может в этой сфере ничего не поменяться за 25 лет? И еще сказать, что, ну, высмеять, еще попытаться высмеять само желание иметь железнодорожное сообщение, и при этом не предложить вообще ничего, сказать железную дорогу, ну нет, сейчас по крайней мере нет, но мы сейчас там прорабатываем вот какие-то такие проекты там, чтобы вот как-то это улучшить эту тему. Нет, все нормально у нас, у нас нет необходимости это улучшать, потому что желтая газель, но мы с ней не сталкиваемся, Кадыров не сталкивается, его окружение не сталкивается, у нас у всех есть машины, мы себе комфортно ездим, а то, что там для людей условий нет, ну это проблема людей. Чингиз, наверное, думает, что Грозный это и есть вся Чечня. Так, это был комментарий. Кстати, вот это тоже, он момент, да, проигнорировал, там ведь не только про железную дорогу было, я там и про здравоохранение тоже говорил, он просто взял это и проигнорировал, то есть со здравоохранением у нас, видимо, все нормально, видимо у нас нет вот этой темы, когда ты ложишься в больницу и тебе говорят, так вот тебе список, значит, купи две наволочки, два пододеяльника и две простыни. Знаете, если бы вот мы с этим не столкнулись бы сами, если бы мы из каких-то там слухов говорили бы, нам можно было бы сказать, да, вам кто-то там неправду рассказал, но когда это ведь здравоохранение, это такая сфера, с которой сталкивается каждый человек, по-любому, если ты сам там не заболел, в больнице не лежал, но у тебя есть какой-то родственник, который лег, у него там операция была, в аварию попал, ты по-любому там навещал кого-то, то есть мы все с этим в любом случае сталкиваемся, и я не исключение, я у меня в памяти очень свежи эти кадры, когда я приехал, там моей тете делали операцию, я приехал в этот военный госпиталь в микрорайоне, значит, ее готовят к операции, и выходит врач и говорит, так говорит, он анестезиологу нужен кислород, иди, говорит, вон к завхозу, мне он говорит, иди, говорит, вон там завхоз, возьми у него баллон на перекрестке Богдана Хмельницкого и Маяковской, там в частном доме есть чувак, который заправляет кислород, отвези ему, говорит, этот баллон, он тебе даст, ну купи у него заправленный баллон и привези. И я, я-то в этой системе рос, я ведь на тот момент еще не, я в Европе не был, я не видел, как в нормальных странах это существует, я, конечно, понимаю, что так не должно быть, но в целом вопросы я не задаю. И я иду к этому завхозу, он мне дает баллон, я его загружаю в свой автомобиль, везу по этому адресу, там свои деньги плачу, покупаю кислород, привожу его обратно и отдаю этому завхозу. Понимаете, вот оно, Министерство здравоохранения. Мне нужно объяснять, что здесь швед просто не поверит, если я ему расскажу, он не поверит в это. Здесь, если ты попадаешь в больницу с любым диагнозом, что бы ни было, твоя единственная забота это молиться за своего родственника, чтобы Всевышний Аллах ему исцелил его. Это вот вся твоя забота, ты больше ни о чем не думаешь. Тебе не нужно думать, где ты будешь спать, что ты будешь есть, что будет есть твой родственник, на чем он будет спать, какие лекарства ему там нужны. Ты вообще об этом не думаешь. Понимаете? Нет такого, что тебе выкатывают там твоего родственника и говорят, так все, а теперь вот тебе носилка, вон туда его, значит, поднимаете в эту палату, его заносите. А что, если я его уроню, например, буду заносить? Вот мы же не квалифицированы, мы не санитары. Вот мы вот уроним нашего родственника, что тогда? А это наша ответственность. Короче... Субтитры создавал DimaTorzok